Омский предприниматель требует 7 миллионов рублей от местного издательства за использование трех фотографий. На снимках изображены известные омские скульптуры сантехник Степаныч и застывшая в бронзе Любочка. Кто перекупил авторское право и как вдруг символы города стали честной собственностью, расскажет Светлана Иловнарова. Две самые популярные скульптуры Омска, Любочка и Степаныч, они давно уже стали символами города. Каждый путеводитель, почти все магниты и наборы открыток с видами, Омска не обходится без них. И уже год, как авторские права на них перекупил местный предприниматель. И он намерен судиться с каждым, кто решит использовать изображение популярных скульптур. И чтобы не получить иск, мы тоже немного подстраховались. Этим перекупом стал Роман Рудаков. В обмен на ежемесячную выплату он получил права у создателя Любочки и Степаныча, скульптора Сергея Нурышева и архитектора Игоря Вахитова. Направил уже несколько исков в суд, в том числе на 7 миллионов рублей издательскому дому «Омский ракурс». За то, что в альбоме, посвященном 300-летию города, размещены три снимка упомянутых скульптур. Без разрешения правообладателя и без указания автора. Их сделал фотохудожник Владимир Кудринский. Пять лет снимок за снимком он собирал этот альбом. Тираж – 3000 экземпляров. За свои работы фотограф не взял ни копейки. Часть напечатанных альбомов пошла на благотворительность. Взять любой альбом, сколько там именно, может быть, даже нарушений там и так далее, тогда вообще не надо фотографировать город и печатать. Наоборот, должны как-то делать и показывать вот эти фотоальбомы, открытки, что у нас есть красивые улицы, красивая архитектура, какие-то малые формы. А мы как-то теперь, я не знаю даже, с опаской этого фотографировать или не фотографировать. Теперь Рудаков требует компенсацию – почти 8 миллионов рублей за проданные книги, выручка от которых составила чуть больше двух миллионов. Он подал еще четыре иска на различных предпринимателей. Его юрист утверждает, что это не предел. На сегодняшний момент парадика такова. Мы заходим на сайт, видим фотографию. Из-за этого фотографии законодательства мы можем просить право за воспроизведение, право за распространение, право за публикацию и право введения до всеобщего сведения. То есть одну фотографию мы можем потребовать здесь четыре исключительных права. А это значит, что всем предпринимателям вскоре придется снять с продажи всю продукцию с изображением скульптур, а дальше ждать исков. Но профессиональные фотографы, наверное, начнут обходить Любинский проспект стороной. Светлана Еловнарова, Константин Демененко, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.